Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергии Абсолюта. Берем Лиены в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Лиены поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Лиены. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам в своем биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Цепи и гири на ногах. Влад, разрешите цепи и гири. И они отправляются в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду на счет риска. Она расканирует пространство над головой. Подожди. Она нам дала разрешение, Вера. Лиена дает. Дает. Хорошо. Даю команду на счет риска. Она расканирует пространство над головой Лиены. Под ногами. 360 градусов вокруг нее. Нравится каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. Один, два, три. Нерахноид. Есть. Лизард. Лизард. Инсектуид. Инсектуид. И бес. И бес. Твои цепи и гири бес? Да. Какой бес? Восемь. Сколько ты находишься в этом биополе? Четыре года. Сколько находится арахноид в этом биополе? Семь лет. Сколько находится лизард в этом биополе? Четыре года. И инсектуид. Сколько ты находишься в биополе? Три года. Сколько ты инкубатора в ней установил? Один. Один инкубатор. Хорошо. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Лиена в доме? Арахноид. Хорошо, арахноид. У меня нет заказа на чистку квартиры. Когда я тебя буду отпускать, я тебе рекомендую все там собрать вместе с потомством и добровольно уйти. Потому что если заказ поступит на чистку квартиры или дома, мы через пять минут будем в этом доме. И тогда уже будет совсем другой разговор. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Лиены. Спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Выстраивается также канал к этим цепям и гирям. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Лиены. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Готово. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Лиены забирают всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Лиены себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки. 50 раз. Скэнер, дай мне полноту души Лиены на настоящий момент. 100%. Отлично. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Инсектоид. Выходи, вытаскивай свой инкубатор, крепление, свою жидкость. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Докладывай готовности к проверке. Приступай. Готово. Лизард, где ты сидел? В сердечной чакре? Да. Выходи, вытаскивай свое гнездо. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Приступай. Готово. Арахноид, выходи. Снимай всю свою паутину. Вытаскивай, ничего не забывай. Игулки вытаскивай, возвращайся назад. Арахноид много наплел. Он целый горб и как-то на спине наплел. Угу. Понятно, у него больше ничего не было. Хорошо. У меня до него есть на руках, еще он снимает. Ну вот, снимай это. Готово. Хорошо, разрешайте забрать лярву. Забирай, возвращайся назад. Готово. Все-все сняли. Даю команду на рассинхронизацию. Лиены с бесом, арахноидом, лизардом, инсектоидом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к леене, помогая моей энергией отстегнуть каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы, отстегиваются, открывая воронку в галактической ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Итак, первый раз я вас отпускаю и предупреждаю больше никогда не приходить в это биополе. Потому что если я вас найду, я запомню вашу. Тогда будет наказание. Все понятно всем? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Он забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. И открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. Бес уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Под цепями и гирями, открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Выходит эмоциональный фантом Лиены, проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, а также всю низкоаборационную эмоциональную энергию, сгенерированную, проецируется на эмоциональном фантоме. На фантом у нее вышел на тонких ножках, и у нее вот как груст она на себе, как тяжесть, как корпус. Арахноид наплел, вот такой горбатый у нее вышел фантом. Понятно, но это отсутствие энергии, он всю энергию воровал. Хорошо, Лиена, эти энергии вы, правда, сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Готова. Сворачивай энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Поехали по частотам. Хорошо, Лиена, мы закончили вашу чистку, как вы себя чувствуете сейчас? Очень много энергии, я ее чувствую, как она выходит из меня, распространяясь во всей комнате. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Делаю запрос в энергоинформационном поле, и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Лиены. Что, мужчина? Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первознанном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Лиены. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Всех в этой комнате приветствую. Приветствую. Вы можете звать меня Бека. Бека? Да. Благодарю вас. Бека, вы куратор? Я куратор. Отлично. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. У нас остались 10 вопросов, которые Лиена хотела задать вам. Я очень ждал этой чистки, да. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Замечательно. Я начинаю с первого вопроса. Откуда происходит моя душа и как там выглядит? Аллерианка. Созвездие Лира. Твоя душа происходит в созвездии Лира. Выглядит она, как белый свет, немного желтоватым оттенком, сильный, яркий, наполненный определенными энергиями и знаниями созвездия Лира. Благодарю. На этом месте мы приветствуем представителя созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Перехожу ко второму вопросу. Какими талантами и способностями я обладаю в предыдущих жизнях? Несомненно, у тебя много талантов и способностей. В предыдущей жизни и развитие души отличалось от объекта к объекту. Если мы проговорим про Землю, на Земле твоя душа получала разный опыт. Но больше всего это опыт чувств и эмоций. Таланты были из жизни в жизнь. Музыкальные инструменты рисования. Но главное, что душа обучалась любви, терпению, состраданию, милосердию. Все эти таланты ты забрала с разных жизней проживания на Земле. Какой-то в большей степени, какой-то в меньшей степени. Поэтому из жизни в жизнь ты корректируешь и наполняешь себя этими знаниями. Знаниями чувств и эмоций, как я уже сказал. Душа получает все, что я перечислил. Получает она это в эмоциях и чувствах. Откладывая слой за слоем. Набирая в свою память души. Благодарю. Благодарю вас. Третий вопрос. Какая это по счету инкарнация моей души? Если мы говорим о жизни на Земле, это тринадцатый опыт души на Земле. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Какая моя миссия на этой Земле? Моя миссия нести энергии в созвездие Лира. Держать их в чистоте. И синхронизировать с планетой и Землей. Это ты можешь делать через Меркабу. Получая космические энергии с верхнего угла и гармонизируя. Гармонизируя с энергиями Земли через нижний угол. Тогда ты будешь в правильном балансе и гармонии. Благодарю. Благодарю вас. Пятый вопрос. Какие таланты мне надо развивать в этой жизни? Тебе нужно развивать свою душу. Ввести её к осознанности. Интересоваться разными знаниями. И тогда таланты будут развиваться параллельно душе. И это будет правильно. Потому что развиваясь, душа даёт всё новые и новые аспекты и желания. Развиваясь, душа просит попробовать что-то нового, приятного душе. Душа намекает, тебе говорит, но не всегда человек слышит душу и откладывает просьбы души в дальний угол, опираясь на материальное и рутинное на Земле. Именно поэтому, развивая душу, введя её в более высокой осознанности, ты обучаешься, а соответственно притягиваешь разные таланты, которые осуществляешь для развития души. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какой уровень моего высшего я? Десять. Десятый уровень. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Почему я боюсь глубоких вод? Это память души в одной из прошлых жизней ты ушла глубоко под воду. Утонула, вы имеете ввиду? Погибла? Утонула, погибла. Понятно. Было темно и холодно. Душа была неприятна и незнакома. Это память души. Генетическая память. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Какую информацию мне надо получить, чтобы двигаться в своём направлении? Как я уже сказал, развивай свою душу. Развивая душу, ты притягиваешь вибрации и знания нужной душе. Приходит разная информация, происходят разные встречи. Развивая душу, это бесконечный процесс. Развивая душу, жизнь становится интересной, так как притягивает много позитивной и полезной информации, также интересной информации и людей, которые несут эту информацию. Твои вибрации повышаются, депрессивные состояния уходят из твоей жизни, так как твои вибрации находятся на более высоком уровне. Поэтому развитие души так важно. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Какая у меня связь с моим мужем? Хорошо. Родственные отношения. Я имею в виду близких людей на Земле. Это касается родителей, детей или же людей, которых мы любим второй половины, или же жен, мужей, как вы это называете. Все эти люди даются душе для прохождения определённого опыта. Опыт этот заключён в любви и терпении, а также в помощи другим душам, то есть детям. Как правило, союз даётся не зря. Союз даётся для объединения энергии и нахождения правильных решений. Душа получает этот опыт терпения, нахождения решения в паре, соединения энергий, опыт прощения и любви, как я уже сказал. Здесь связано много чувств и эмоций, которые душа должна пройти, понимая, принимая и правильно распоряжаясь этими энергиями. Благодарю. Благодарю вас. Если позволите, небольшое уточнение, скорее всего, интересовало её, пересекались ли её душа и душа мужа в прошлых жизнях. Мы понимаем, вы куратор на эту жизнь. Может, есть возможность посмотреть у вас в архивах. Да, пересекались. Такая информация есть. Души пересекались и души выбирают. В следующей жизни, как я уже сказал, объединяя свои энергии для каких-то целей. Благодарю вас за это дополнение. Если позволите, я перехожу к последнему, десятому вопросу. Что мне надо ещё знать, что я не спросила? Что тебе надо знать, это как выглядят энергии твоей души, чтобы ты смогла работать с ними и визуализировать их. Как я уже сказал, энергии лиры белым цветом, желтоватым оттенком. Это живые энергии, наполненные музыкой и прекрасными вибрациями целого созвездия. Они переходят по всем энергетическим центрам, наполняя полностью тонкие тела и переходя на физический план биоробота. Ты можешь представлять, как эти энергии заполняют тебя из чакры в чакры. Эти энергии могут излечать, нести информацию. И, конечно же, главное, что есть в этих энергиях, это суть, суть лирианской души. Я объясню, почему я это говорю. Когда у тебя плохое настроение, твои мысли путаются, и ты теряешься и грустишь, вспомни, что твои энергии лиры, вспомни, из чего ты состоишь, из каких энергий, как они выглядят. Представь их, пропусти по всем энергетическим центрам и не давай своим энергиям затухнуть. Поднимай свои вибрации, чтобы твое настроение, настрой был всегда позитивным, чтобы твои вибрации не опускались на уровень грусти и депрессии. Помни о своих родных энергиях. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый куратор Бека. Вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас еще активировать ее стержень, если он не активирован, это был бы самый лучший момент. Стержень активирован. Благодарю вас. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую отлично знает на созвездии Лира. К каждому куратору, каждому учителю, который приходит в нашу комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение куратора Беку. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Великолепный подарок. Благодарю вас. И я с удовольствием приму его на память о нашей встрече. Передавайте на этом месте привет созвездию Лира от нас с Верой. Мы будем очень рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать те преграды, которые мешают развиваться и открыть двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Прекрасно. Я буду иметь это в виду. Благодарю вас, куратор Бека. Я говорю, до скорой встречи. Возможно, когда-нибудь еще увидимся. Всего вам наилучшего. И рассихронизируйся, Верочка. Готова. Лиена, мы закончили встречу с вашим куратором Бека. Вы получили все ответы на свои вопросы. Да, очень интересная интерпретация. Я буду расшифровывать его ответы. Отлично. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лиены в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта.